Здравствуйте! Это программа «Право знать». Мы обсуждаем острые темы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители нашего региона. Сегодня поговорим о деятельности Бюро регистрации несчастных случаев МВД России по Саратовской области. Какая информация там доступна? Кто может обратиться в бюро? На эти и другие вопросы нам ответит начальник бюро Татьяна Ситникова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Добрый день. Ну и первый вопрос такой. Расскажите, что представляет собой Бюро регистрации несчастных случаев и какую функцию оно выполняет? Бюро регистрации несчастных случаев – это одно из подразделений Главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области. Оно представляет собой справочную службу, которая была создана специально с целью улучшения розыска без вести пропавших лиц. В отличие от уголовного розыска, который проводит свои розыскные мероприятия в рамках розыскных дел, сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев устанавливают местонахождение разыскиваемых лиц по имеющейся у них информации. Скажите, а чем занимаются сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев? Сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев несут службу свою круглосуточно. Дежурные Бюро регистрации несчастных случаев принимают звонки граждан по телефону, а также запросы сотрудников территориальных органов внутренних дел по лицам без вести пропавшим. В случае отсутствия у нас информация гражданам, даются рекомендации, как и где вести поиск, либо мы им оказываем содействие в поиске пропавшего гражданина в медицинских учреждениях. В случае отсутствия разыскиваемого лица в больницах, гражданину предлагается обратиться с заявлением в полицию. Если гражданин в силу каких-то причин не может самостоятельно сделать заявление в полицию, сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев передают сообщение гражданина в полицию самостоятельно по территориальности. А скажите, насколько оперативна информация, которая поступает к вам? Информация из больниц нам поступает в режиме онлайн, то есть сразу с момента госпитализации. Это передают либо сотрудники скорой медицинской помощи, либо сотрудники приемного отделения больниц. Информация о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими лицами нам поступает в истечении суток, то есть на следующий день. Информация из моргов Бюро судебно-медицинской экспертизы и отделение Бюро судебно-медицинской экспертизы по области нам поступает ежедневно после 14.00. В Бюро регистрации несчастных случаев имеется две картотеки. Одна картотека ведется в электронном виде, которая набивается самостоятельно сотрудниками бюро. Это ориентировки. Мы сейчас говорим только о Саратской области, потому что мы по городу Саратова и Саратской области. Это ориентировки на без вести пропавших лиц ежесуточно к нам поступают из территориальных органов. Сведения о неопознанных трупах и неизвестно больных. Сведения о лицах, задержанных в какие-либо специальные учреждения. Это спецприемники, изоляторы временного содержания. Сведения о госпитализации граждан, о известных гражданах, с которыми произошли несчастные случаи на улице. Сведения о невостребованных трупах. Это информация о захоронении известных граждан, которые при жизни либо были одинокими, либо, если у них есть родственники, но которые в настоящий момент по каким-либо причинам не имеют материальных средств для проведения их захоронения. Запросы граждан и сотрудников территориальных органов внутренних дел. Это информация о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими. Вторая картотека – это картотека опознавательных карт. То есть она представляет собой опознавательную карту. На ней имеются фотографии либо лица без вести пропавшего с описанием его примет, либо фотографии неопознанного трупа также с описанием его примет. Ежедневно к нам можно обратиться как по телефону, так и прийти на прием. То есть прием вновь ведется ежедневно с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Почему с 14.00? Потому что информация по моргам и фотографии неопознанных трупов нам поступает как раз к этому времени. Смотрите, как раз вопрос, который вытекает из вашего ответа. А кто может обратиться в ваше бюро и при каких обстоятельствах? К нам может по телефону, как и на прием, прийти любой гражданин, который разыскивает своего родственника. Но гражданин должен понимать, что при обращении в бюро регистрации несчастных случаев он должен представиться, называть свои полные данные, называть свой контактный телефон, сообщить свой адрес места жительства. Кроме того, он должен полностью владеть информацией о разыскиваемом лице. То есть он должен знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес его места жительства. Он должен знать особые приметы человека, он должен знать, когда он ушел, откуда он ушел, где он пропал, в чем человек был одет. В случае, если гражданин не владеет данной информацией, мы разъясняем ему, что необходимо найти родственника или знакомого, которые более осведомлены. Почему нам необходима эта информация? Во-первых, что на момент обращения гражданина у нас может не быть информации. Бывают такие случаи, что мы прощаемся, мы выяснили, посмотрели по своим учетам, информации отсутствует. Но через час, может быть, через день нам могут передать сведения об этом человеке, и у нас будет обратная связь. И мы можем сообщить, что случилось с человеком. Кроме того, также можно прийти на прием. То есть человек, который к вам обращается, не обязательно должен быть родственником, разысканным? Ну, у нас, мы сейчас живем, да, что у нас есть люди одинокие, есть какие-то внимательные соседи, есть друзья, есть коллеги. Бывают такие случаи, что, да, обращаются, бывают руководители предприятия, обращаются соседи, знакомые. То есть, смотрите, вы сказали, что на момент обращения этой информации у вас может и не быть. Может и не быть. Но на следующий день она появляется, и вы, получается, звоните к тому человеку, который обращался. Да, все звонки также у нас аккумулируются, как я сказала, в одной из подсистем, имеющейся в картотеке, звонки и запросы граждан. То есть, у нас информация остается и как о разыскиваемом лице, так и о гражданине, наводившем справку. То есть, с контактным телефоном, с данными. То есть, получается, любое обращение будет замечено? Да, конечно. Понятно. Скажите, где находится бюро регистрации несчастных случаев? Ну и, наверное, надо назвать контактные телефоны, чтобы, если люди, которые не знают, обращались туда. Конечно. Бюро регистрации несчастных случаев расположено на территории главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области. Юридический адрес Соколовой, 339. Но вход у нас отдельный с улицы Мурманский проезд. Там имеется табличка с указанием, что это бюро регистрации. Над дверью, над входом висит табличка. Бюро регистрации несчастных случаев. Контактные телефоны. Мы работаем круглосуточно. Можно обратиться по телефонам. 74 13 54, 74 13 18, 24 47 04. Я так понимаю, что сейчас, наверное, как раз лучше обращаться по телефону, но в связи с пандемией? Конечно, в связи с пандемией желательно обращаться по телефону. И, конечно, большое спасибо, что вы нас пригласили именно с учетом сейчас эпидемиологической обстановки. Потому что больницы многие поменяли свою специфику. Граждан бывает плохо на улице. И очень сложно потом найти человека, в какую больницу его отвезли, в каком районе она находится. Вот обращаю внимание, что информация о людях, которые обратились в медицинские учреждения, за медицинской помощью самостоятельно, которые доставлены были скорой медицинской помощью с адреса, то есть полностью известные граждане, такая информация в бюро регистрации несчастных случаев не передается. Бюро регистрации несчастных случаев занимается именно несчастными случаями. Когда, грубо говоря, человек увозят с адреса, то тут, в принципе, все известно. Да, да, да. Таких нам не передают люди, самообращенцев, и доставлены госпитализированных с адреса. Спасибо, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на наши вопросы. А я напоминаю телезрителям, что вы тоже можете задать любой интересующий вас вопрос сотруднику регионального отделения полиции. Для этого необходимо отправить его на почту info.sobakasaratov24.tv или нам в Инстаграм и следить за ближайшими выпусками. Это была программа «Право знать». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok